Здравствуйте! В эфире программа Телезащитник. С вами адвокат Роман Койден. Начну выпуск с материала из Ударского района. В ноябре 2006 года жительница деревни Макар Ип, что в Ударском районе Александра Карпова осталась без жилья. Пока пенсионерка восстанавливалась в больнице, сгорел ее дом. Погорельцы поставили в очередь на предоставление нового жилья. Однако в 2007 из списка нуждающихся женщину вычеркнули. В пятый год дочь Александры Васильевны Карповой Галина пытаются восстановить право престарелой матери на новое жилье. И хотя в администрацию были предоставлены все справки о том, что ее нынешнее жилище ремонту не подлежит, в субсидии на восстановление дома пенсионерки отказали. Пришло письмо, что вам с районной администрации выделяли 7 тысяч и у них больше денег нет. Жилищный вопрос решать пришлось самим. Новый дом матери отстроили сами. Вот сейчас пришло письмо, что вот если дом на 50-70 процентов, дом не готов, то значит дадут субсидии. А если уже дом под крышей, печка есть, пол есть, ну и нам отказывают. Вот сейчас писать отказную. Александра Васильевна спрашивает, справедливо ли такое требование? И может ли она все-таки претендовать хоть на какую-то государственную помощь? Александра Васильевна, у вас сгорело жилье. Оно непригодно для проживания. Есть в Жилищном кодексе статья 57, которая обязывает в таких случаях орган местного самоправления вне очереди предоставить вам благоустроенное жилое помещение. И Жилищный кодекс не знает такого понятия, как нет денег. Это не ваша проблема. Ваше дело – это написать заявление о предоставлении вне очереди жилого помещения. Естественно, копию оставить себе. Приложить к заявлению подтверждающие документы. Справка о пожаре, необходимый в случае акт межведственной комиссии. И дождаться ответа. В случае отказа обжаловать его в суд. Если что-то делать, проблема будет решаться. Если только слушать обещание, то действительно, вы раньше сами себе дом построите. Андрей из Эжинского района Сыктывкара пишет. Периодически выезжаю по работе в командировке. Понятно, что в период отсутствия в коммунальных услугах не нуждаюсь. По приезде прошу управляющую компанию произвести перерасчет. Однако коммунальщики этого делать отказываются, ссылаясь на индивидуальные приборы учета по воде. А как же вывоз мусора, уборка, пользование лифтом и другие услуги? Правы ли они? Для ответа на ваш вопрос необходимо ознакомиться с двумя нормами действующего законодательства. Это статья 155 ЖК РФ, которая, во-первых, устанавливает правила, согласно которому неиспользование собственника и помещений не является основанием ненесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. А во-вторых, указывает на то, что при временном отсутствии собственника перерасчету подлежат отдельные виды коммунальных услуг. Эти самые отдельные виды установлены пунктом 54 «Порядка предоставления коммунальных услуг гражданам». Итак, перерасчет возможен за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Естественно, если на указанные виды коммунальных услуг не установлены счетчики. В редакцию телезащитника обратилось 8 семей, проживающих в общежитии Сыктывкарского профлицея номер 8. Две недели назад на пороге их комнат появился комендант в сопровождении юриста учебного заведения и потребовал в месячный срок освободить помещение. В комнату общежития Сыктывкарского профлицея номер 8 Галина вместе с мужем заселилась почти 10 лет назад. Тогда в учебном заведении работала мать мужа. С постояльцами заключили договор найма с возможной ежегодной пролонгацией. Сейчас представители учебного заведения требуют освободить комнату. Двое детей, муж инвалид после аварии, вторая группа инвалидности. Идти нам вот сейчас некуда. Галина интересуется, правомерно ли требование коменданта и юриста освободить комнаты, ведь на руках женщины малолетние дети. И кто может вступиться за права выселяемых? Галина, что вы понимаете под требованием? Что ходят какие-то люди и предлагают вам выезжать на улицу с вещами? Если так, то в юридическом смысле это не требование. Это болтовня. Требование должно иметь письменную форму. Должно быть вам вручено под роспись. К нему должны быть приложены документы в его обоснование. Предоставлен вам срок для письменного ответа. Но вот и после этого можно будет анализировать это требование с точки зрения закона. При этом вам можно будет обратиться за консультацией к юристам или, например, в прокуратуру. Напоследок отмечу, что приводительное выселение из жилых помещений возможно только в судебном порядке. И возможность выселения, как правило, зависит от соблюдения вами условий договора социального найма. То есть соблюдение правил общежития и своевременной оплаты услуг ЖКХ. Если вы належащим образом исполняете свои обязанности, выселить вас не получится.